Главная головная боль ЖКХ – собираемость платежей. Низкая платежная дисциплина касается не только южноуральцев, но и самих ресурсников. Эксперты считают, что связано это с износом коммунальных сетей, большими потерями и с пробелами знаний коммунальщиков. Мы, безусловно, видим, что внимание к этой проблеме стороны правительства региона усиливается. Отдельное министерство появляется, которое будет заниматься проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Те проблемы, которые есть, нужно решать совершенно другим ресурсом, с другим уровнем контроля и ответственности. Основные проблемы сферы ЖКХ сегодня обсудили на конференции в Челябинске. Форум проходит уже во второй раз. Площадка позволяет ресурсникам сообща найти решение. Отличный пример – цифровизация системы ЖКХ. Уже три года в регионе работает единый расчетный центр, который принимает оплату по единой квитанции. Так, благодаря сотрудничеству с ЕРЦ, у некоторых компаний сборы платежей за тепло достигли 100%. Ну, в первую очередь, это сервис единой квитанции, сервис единого окна, чтобы клиент у нас мог обратиться в одно место, получить консультацию по всем беспокойствам, все его вопросы. Ну и такой достаточно большой такой вопрос – это работа с задолженностью. В первую очередь, вот мы сейчас планируем именно продвигать тему до судебного взыскания. Отдельным блоком затронули процесс тарифообразования, в том числе его обоснованности. Также на первый план выходят вопросы энергоэффективности трубопроводов. Ведь именно от этого зависит, какую услугу получит потребитель. Ну, это глобальные вопросы, их решать надо. Экономия, потому что существенная на вопросах, если удается решить вопрос энергоэффективности, намного дешевле становится услуга, ну и качественней. В этом году власти планируют взяться за апгрейд коммунальной сферы всерьез. В областном правительстве появится отдельное министерство ЖКХ. Ожидается, что на модернизацию инфраструктуры направят рекордное количество средств.